Да, Расскрестное осложнение. Повынно будет Россия. Ну, я провозглашаю, что вы не верите. Да, я верю. Не верю. Не верю, не верю, не верю. Не верю, не верю, не верю, не верю. Спасибо, Расскрест, и за слово. На самом деле такое хорошее слово. Слава Богу свою прозвучало. Приветствую всех. Именем Господним. Слава Иисусу Христу. Слава намерению Богу Святому. И молимся сегодня также в очень важном мероприятии. В следующее воскресенье будет это взято подзятки. Праздник благодарения Бога. Прямо на хрещатстве. И слава Богу. Я уже вкушаю. Это мир за Господним благословение. Не только для Киева, но и для всей Украины. Ну и для всего мира. Потому что здесь, на берегах Днепра, не только центр такого духовного побуждения для Украины, но и, я считаю, для многих стран, для очень, слава Богу, для многих народов. Слава Богу. Да, сегодня у нас будет участие. И в Христе. Сегодня ждем. Или можно закрыть там дверь? Наверное, там? Я думаю, можно вентиляцию поставить. А там надо открыть. А, да, да. Можно так поставить, чтобы она не скрозировала. Вот, и... Оставка, это в чайник. Как? В чайник, но знал. Слава Богу. Слава Богу. Да, все. Слава Богу. Вот это, как всем у нас в чайник. Настоящее в чайник. Слава Иисусу Иисусу. Навереги слава. Навереги слава Богу и святого. Аллилуйя. Да, наверное, у нас время как раз такое. С 9 до 10. Какого-то готов молитвы. Общение. Вот вам только. Вот, и... Братья и сестры, вот, так мы договорились с Санцом Алексеем, что в следующее воскресенье здесь с 9 утра он будет дежурить уже. Да, значит, и помолятся здесь. Кто будет приходить сюда, вот, а я уже буду уже с утра на Хрещателе. Или помолимся в Хрещателе, а потом уже когда-то на Хрещателе. Здесь недалеко. Вот, и весь день, в следующий воскресенье, это будет следующий день, 23-й получается, 23 сентября. Это будет праздник благодарения. А здесь, Алексей, у вас остались еще кто-то сетевное? Нет, не знаю. Ну, я считаю, хрещатик, Киев. Все. Мимо не прожить. Там, значит, с 10, там, ну, и в нас, это будет общий, там, боговый служение будет, прям на Хрещателе. Межцерковное, межкакристианальное служение. Вот, а потом, до 9 вечера, это будут, как раз, такие христианские гуляния, молитвы, общения, евангелизации. На суде я знаю, там, ну, наверное, со всех церквей, так или иначе, со всех церквей киевских, будут, нинок киевских, совласти киевской, с черпивого, вот я списывался, братья-то, вот они, мы будем обязательно тоже, приедут автобусом, там, нанимали автобусом, в том числе вместе, где едут, все церкви, так что, отовсюду будут братья, сестры, слава богу. Прошлое было тоже было, значит, но в этом году обещают, даже по самым, таким, с громым, вот, уже, подсчетам, праздник гораздо больший, вот, гораздо большим масштабом, слава богу. Вот, и сегодня, как раз тоже, об этом молимся, я лично молюсь об этом, уже, все эти дни, вот, но сейчас, вот, это особенно, с утра, помимо, молитва, об этом празднике, вот, чтобы Господь, понимаете ли, чтобы Бог, Он благострелил, в таких праздниках, являл свою милость, свою благодать, вот, особенную какую-то, особенную благодать свою, для всех. Вообще, когда, вот, духовное пробуждение, оно происходит, то, это, ну, трудно вообще, так, проследить, по-человечески, откуда, куда, это, как-то, изнутри происходит, в сердцах человеческих, в первую очередь, в нас, вот, и как-то, это происходит, вот так вот, от сердца, это иное измерение, вы так видите, иное измерение совершенно, ну, в этом реальном мире, Божья святая реальность, она воспринимается, как нереальная реальность, как сверхъестественная реальность, вот, и, но, оно как-то, мир Божий, да, Божьей реальности, с этим миром, не просто соприкасается, а порой, Божий мир, он просто, вторгается в эту реальность, вот, и мы называем это пробуждением, духовным таким пробуждением, как было столь лет назад, в Англии, в Энце, там, когда, дальше, обычные люди, далекие от религии вообще, они отмечали, что это что-то сверхъестественное, по-моему, Англии на самом деле, вот, там, эти шахтерские районы, Англии, они были, ну, такие, очень нищие, разоренные, была очень жесткая эксплуатация, вот, рабочих классов, и люди получали копейки, погибали, в этих шахтах, вот, и сбивались, и, в общем-то, для Смолеонова, там, ну, и большая часть Англии, в России было развлечение, в том, что, пьянка, гулянка, водовой, не было лучше, еще футболку, да, вот, как бы, вот, такая душная, такой, где эмоции свои выпускают, когда люди, а когда, потому что, вот, это духовное пробуждение, то, ну, просто все настолько переменилось, притом на глазах, буквально, 9, 2, 3, и весь, раз, это, получается, в Англии какая-то, западная часть, западная часть Англии, пережило духовное пробуждение, огромное, настолько, что, ну, просто ум непосдержимое, это изменило очень сильно, всю Англию изменило, и, ну, и весь мир, так или иначе, умность, как бы, как, на самом деле, как вот, круги, на воде, они расходятся, да, и вот, как бы, дальше, дальше, какие-то пробуждения духовного мира разошлись, по всей планете, по всей земле нашей разошлись, однозначно, вот, все страны, народы, сцепили, англозыщий мир, однозначно, был охвачен этим пробуждением, 100 лет назад, да, чемпионат, ну, больше, чем 100 лет назад, больше 100 лет назад, вот, и настолько, что, чемпионат, назначен, заранее, и, значит, стадион, все готово, вот, а билеты не раскуплены, это был просто шок для организаторов, а просто люди все, все злостно-яростно-болельщики, все фанаты футбола, они были все в церквях, в собраниях, и было интереснее узнать, что сегодня Бог совершит в собраниях, чем то, что будет на стадионе, ну, это уму не пустяже, вообще, ведь это заведение закрывались, ну, все закрывались, по Уэлсу, значит, не только Уэлс, вообще даже и вот в Центральной Англии, чуть не до Лондона, двигалась волна такая, что петельное заведение массово требовало закрывать, не потому, что, значит, не было спиртного, все делалось, но не было, ну, потребления, то есть, все закрывались заварены, значит, магазины затарены полностью продукцией, но не раскупалось, просто не было интереса, вот, там пишут эти, вот, того времени, как раз люди, что некоторые там пишут, что вынуждены были закрывать свои заведения, потому что, вот, днями порой проходили целые сутки, и никто не заходил даже, потом кто-то заезжал там, выпил, ушел, и все, вынуждены были везде закрывать свои, вот, значит, и этих, тогда на шахтах использовали животных, и животных пришлось заменять, этих лошадок там, кого-то еще там, пришлось заменять, потому что, насколько вот это присутствие божьего насильное, что люди настолько изменились, вообще шахтеры, раньше только с ругательством все было, и эти вот животные, они не могли понять, что они требуются вообще, потому что они там надо понимали только с ругательством, а без ругательства, вроде как бы, они не понимали, что это требуется, пришлось тут, там полном сервисе заменять животных, вот, потому что, уже не могли они ругаться, шахтеры, представляете, значит, вот, там много всего, чудеса, массовые сцеления начались, при том, Гресс Фэллс была флачена этим пробуждением духовным, очень сильно, и плюс, потому что не только простой класс рабочий хватило этого пробуждения духовное, но и богатых людей это очень сильно казнулось, знаете ли, многие вот эти вот тогдашние аллергарды, которые, ну, наживались только на простом населении, вот, по сути, разоряли Англию, и, одним словом, богатых очень сильно разбогатели, бедные люди очень сильно обвиняли к тому времени, поэтому, еще, незамолго до этого, Фридрих Рэнкельс, он сам Англию считал своей, вот, именно, ну, как не только, родной семьи Англии, но он считал, что именно Англия, Максова, вот эта вот, теория, она там воплотится, и он считал, что призрак, вроде бы, Европы, призрак коммунизма, вот, и он, призрак, именно в Англии найдет, вот, свое пристанище, потому что, вот, к концу 19 века, на самом деле, значит, вот этот, с крышком большой контраст наблюдался в Англии, колоссальный контраст, вот, подавляющее большинство населения очень сильно креднело, нищета, вот, при том, нищета именно среди рабочих, именно, вот, среди, те, кто работал, и вот, и небольшая курска людей, вот, которая имела огромное богатство, ну, почти все деньги, фактически, вот, но это кризис, очень страшный, этот кризис наблюдался, и, по-другому, в репереринбе, если он считал, да, призрак коммунизма будет, именно, там, Англии, Алиса с Марсом были, во всем, почти единомысливны, кроме, вот, этого вопроса, значит, ну, как бы, или, одного из вопросов, он считал, что в Англии начнется мировая революция, то есть вот так, тем более, англоязычный мир, это по всему миру, 19 века, это вообще векарианская эпоха, вот, и англичане говорили так, что солнце никогда не забудет на землю ее величество, во всех часовых поясах были земли Великой Британии, колонии ее, поэтому они считали, что действительно вся земля так или иначе охвачена королевским этим великим, но на самом деле то, что есть, то есть, то, как бы, что было, то было, самая великая империя из всех, что на земле нашей планеты еще существовали вообще, вот, в человеческом роде, потому что и по времени, ну, будем так говорить, своего существования, и, значит, и по территориям охвачена на земле, действительно, вот, и, поэтому я не считал, что начнется революция, с Англии это будет, как бараховая бочка, которая рванет, а потом ухватит весь мир, а так как весь основной мир, он, практически, процентов 780, так или иначе, англоязычный, вот, то будет такое, по всей земле пробуждение, такое, ну, их понимание, такое, кровавое, и все, из которого родился, но вымин. Вот, следует будущее. Вот, значит, Макс, не соглашался с Ильдриком в саде, почему, он считал, что Германия, Германия, доведенная тоже в то время до ручки, вот она будет как раз к логерею вот этого, такого, мирового пожара, вот, но самое интересное, но все-таки историки считают, что именно Англия, она дала бы мировую революцию, на самом деле, вот, даже тот же самый, если видит этот Че, этот, Гевара, значит, террорист, который сделали, значит, таким героем, как бы, полиции в новом виде, но, но самое интересное, он тоже говорил, что как раз именно вот упущенный шанс мировой революции был тогда как раз, но опять-таки, для кого-то был упущенный шанс, был мировой революции, но это сверхъестественно, потому что через духовное пробуждение, даже не верующие историки признают, что спас Англию и, по сути, всю нашу землю, тогда, ну, просто вот этот случай, который произошел тогда, для не верующих, это необъяснимый случай, вот, для верующих, это объяснимый, сверхъестественный случай, именно, Божьего посещения нашей земли, вот, один из чудесных случаев, это духовное пробуждение, спасший Англию, и когда стали каяться не только простые, рабочие, да, среди шахтеров было просто, ну, повальное, просто покаяние, проституция сошла на нет, вообще, эти подобные города, Бойлса, это были просто-напросто, как бы, ну, там, они в публичных домах, были, петельные заведения, вот, перемешиваются, вот, публичные дома опустили, это просто, ну, просто было на шок, люди, понимаете ли, женщины, всю жизнь проработавшие в этом, как бы, в ремесле, они там, собирались, в эти дома, публичных, вчерашних, ботелев, да, собирались, как молитвы, собрания, молитвы, это вообще, ну, короче, ну, настолько сильно все изменилось, буквально так вот, как помнение, волшебный полушек, вдруг все изменилось, в целом регионе, огромном регионе, вот, насчет этого правительства, и, а дальше, там, во-моему, в других случаях подписывается, начались исцеления, массовые исцеления людей, просто сверху, естественного, на руку, потом не только в собрании, это в полном собрании, а даже вот просто на улице, просто на улице, и притом молились вчерашние проститутки, вчерашние алкоголики, вот, значит, молились на других людей, и люди исцелялись, так вот, просто исцелялись, вот, и это было очень сильное движение, которое изменило очень сильно, такая, вообще исход мировой истории, кажется, тоже так, по большому счету, спасло мир от мирового пожара, от мировой революции, вот, в которой влезли как раз и Марс, и другие, и же с ними, вот, и это действительно очень сильно изменило в тот мировой истории и в христианской истории очень сильно изменило. Это не долго продолжалось, буквально несколько месяцев это было это чудо, и потом оно так же внезапно, как оно пришло, это чудо, так же внезапно и ушло, но оно, правда, не совсем ушло, оно как бы оставило, вот, не только память, конечно, но, и очень много церквей тогда родились в Англии, вот таких вот, уже не государственных казенов, а таких неформальных, таких живых церквей, очень много родилось, вот, и просто англиканская церковь, государственная, которая, как правило, всегда являлась такой, ну, мертвый, в большей части церквей, к сожалению, живут в этой церкве, много проповедников, и миссионеров, вообще, это был просто бум миссионерства, вот, в конец 15-го века, начало 20-го века, в Сангрии, очень много уехал миссионеров, на депроговодь. Кстати, один из тех, как раз, молился, молитвенников, Англии, за Англию, о духовном пробуждении, хотя он жил, большей частью, вне Англии, но англичанин, и он всю жизнь отдал, свою жизнь отдал Китаю, на миссии, это был Харсон Тебер, Харсон Тебер, тот самый миссионер, который уехал, еще молодым человеком, со своей родины, с библией в руках, и фактически, не имея ничего, уехал туда, на свою новую родину, и он стал китайцем, он несколько лет учил китайский язык, несколько лет, просто заставлял себя есть китайскую еду, потому что она его европейскому желудку никак мечтала абсолютно, он заставлял себя думать, как китаец, говорить, как китайец, одевался, как китайец, он за несколько лет стал китайцем, настолько, что даже китайцы, китайцы, как как бы, удивлялись, и не верили, что он вырос вне Китая, вообще, он учился китайским юмором, он травил англот и китайские, он, значит, короче, он стал китайцем настоящим, вот, значит, и самое интересное, стал миссионером, именно самым успешным миссионером, вот, тогда, 100 лет назад, вот, там, в Китае, потому что, до него миссионеров лежало много, в самом деле, туда, но, большей частью, они вести, ну, конечно, о христе не говорили, безусловно, о христе, но, они вести больше культуру английскую, европейскую туда, в Китае, и, в общем-то, для китайцев, которым стать христа одином, это означало стать, ну, европейцем, в общем-то, ну, и таких много желающих было, потому что, многие китайцы тянулись к западу, многие тянулись именно, ну, передовому, к жизни, европейской, одним словом, одеваться в европейцах, особенно молодежь китайская, очень сильно приглас, вот, и такие миссионеры, они имели спрос, имели, ну, аудиторию свою большую, тоже китай, но, они не затрагивали глубин Китая, все равно христианство, вот, первых, вот, 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 волн пробуждения, оно воспринималось, как чужой родной религии, как чужая религия, колонизаторов, религия европейцев, и, в общем-то, даже те, кто были новообращены, принимали христианство, они вольно, не вольно, но, пожеланию, или даже не очень пожеланию, но, они уже, и одежду меняли уже, собрали, чтобы не выделяться китайским костюмом своим, они одевались уже по-другому, по-европейски уже, и, вот, и прочее, прочее. А Хадсон Теннер, он посвятился полностью Китаю, и вот сегодняшние миссионеры, сегодняшние, вот, я китайское собрание проповедовал, вот, на востоке, там, в Ростоярске, и дальше на востоке, в китайское собрание, и вот, там, большая часть, в Костоярске, там большая община китайская, там очень много верующих, и примерно половина собрания, те, кто, они приехали уже, будучи христианами туда уже, вот, а примерно половина, мне объяснили, это те, кто уже покравился там, находясь уже в Костоярске, на работе, вот, ну, там, они на корюшок, в принципе, там, там, больше даже китайцев, чем русских, там, если в село выезжаешь, там, то, там даже длиннее, то, как я истерил русского языка, это пожелание, вот, вот, там уже, как бы, в основном китайцы, в село китайском языке, там, как бы, в принципе, там уже, России почти нет, но, ну, юридически она считается, да, вот, но официально, там, вот 50 миллионов, уже, китайцев, которые, имеют право на гражданство, примерно столько же, которые без гражданства, и без всяких документов, просто живут там, только порядка 100 миллионов, но для Китая 100 миллионов, 100 миллионов, это, это, это так, это так, ну, конечно, что-то, но это, телгима, знаете ли, даже некоторые, там, политики китайские говорят так, что, типа, как стоят русско-посту, это забаву служит, это были легче, вот, значит, как бы, на 100 миллионов выехал, как бы, ну, и, как бы, как бы, как бы, что вы еще уехали, значит, легче стало, дышать, теперь, в Китае, вот, но, а для России 100 миллионов, это огромное количество населения, ну, тем более, это все, в самом Сибири, тем более, в основном, это все в Красноярске, и на восток, да, в Красноярске, в Красноярске, мало этих мужчин китайских, я поработал его в этих китайских собраниях, так интересно, вначале ты будешь, как бы, во-первых, во-вторых, самый высокий, в этих собраниях, вот, они все маленькие, и поют, вроде узнаваемые песни, но такие, не а, не а, не а, ну, как бы, ну, сначала себя держим, чтобы не мануваться, не смеяться, потому что, как-то, чудно все это, как-то, воспринимается, а как дети, вот, со стороны, они даже будут, у вас дела, но вы дети. Вот, ну, ну, верующие, очень интересно, такие христиане, и вот они говорят, да, их пастыря, китайские, которые приехали с таких подпольных, и полуподпольных церквей, они говорят, что миссия Харсона Тейлора, когда нама, действительно, нама дала толчок к пробуждению, настоящему пробуждению Китая, то есть, не просто, как вот, такое временное явление, как воспринималась до того, европейская, такая культура, вот, в которой увлеклись молодые люди, вот так вот занимался в этом народе, а именно глубинные пробуждения, именно пробуждение сознания, они убили Иисуса как китайцы, они убили Иисуса как своего, не как европейцы, не как чужого, чужеродного, вот, и, который боролись в крови именно за Китая, за них, за всех. И вот Хасадевов, хотя он всю жизнь посетил Китаю, вот, но сердце его также помилось за Англию. Он видел пробуждение уже Китая, но он молился за Англию, и вот считается, тоже молитва Хасана, она всегда рабочая семья, очень сильно поклияла то, что произошло, вот это духовное пробуждение огромное. Вот, и это было чудо, которое действительно произошло. Ну, а тут коммунизма, к сожалению, он брадил-брадил, не нашел пристанища ни в Англии, не нашел пристанища даже и в Германии, но Германии, который все-таки нашел впоследствии, да, в таком варианте национал-социализма. Социализм, но так и национальный социализм. Вот, третий рынок национальный. Вот, это чуть позже. А, значит, тогда нашел пристанище этот дух нечистый вот на просторах, огромных просторах, необъятных просторах Российской империи. Вот, и это, конечно, печально, что здесь вот это вот нашел пристанище как именно дух нечистый, мы в местах бесплодных, бесплодных местах. Знаете ли, потому что там, где чем меньше христа, я так рассуждаю, то есть, чем дальше христа, тем тьма. Больше тьмы. Чем ближе к Христу, тем больше света. Вот, и пусть Бог благословится в этих всех нас. Я вижу, то пробуждение, которое все есть сейчас, оно, оно идет, но не то, что должно быть, еще больше будет пробуждение духовное, еще больше духовное пробуждение, огромнейшее духовное пробуждение. Я видел его во сне, но это было настолько как на левом. Вот, и когда только приехал в Украину еще, для меня тогда в Украине еще была терроренкомна, где земля непонятная и странная, и вообще чужая. Знаете, я всю жизнь родился, и вырос в Россию, как бы, значит, ну, в Белоруссии бывало, ну, так, опять, только в гостях, и все, больше нигде не бывало. и он приехал в Украину по приглашению, слава Богу, потому что он уже покойный, правда, Любомира, Гузера, по его приглашению. Вот, значит, и первый город приехал, как раз, был Львов, значит, гостил две недели у него, Любомира, вот, и, благодарю Богу, что Гузера был мне, когда в Украину, вот, именно, показал, но, не знаю, две недели, общаясь с ним, я увидел, интересно очень, ну, увидел, ну, скажу так, бывает так, что через одного человека видно очень многое, понимаете ли? Вот, я благодарю Бога, что мое знакомство с Украиной началось с законцем с репардированием Гузера, вот, через него я увидел, ну, другую страну, я потом видел всякую Украину, и бандитскую, криминальную, воровскую, значит, такую, всякую, 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 вот, значит, и, много-много всего, в любом народе есть много всего, хорошего, плохого, но, вот, знаете, самая, суть Украины, хорошая суть, да, самое зерно, доброе, это сам Иисус Христос, это сам Христос, который здесь очень сильно переплетен в культуре Украины, настолько стимный, что я, ну, я до сих пор помню, от большой стресс, такой хороший стресс, вот, по-любому, это было зимой, это было уже, ну, декабрь, получается, да, вот, и, значит, и как раз нам перед этим рождеством, там, там есть и один католический гострол, тоже, большого, тоже заходил, смотрел, там уже отмечалось, что там православные, берега католические, разные церкви эти, в соборе Юра, конечно, большая часть, большая часть я бывал, потому что там как раз и офис был, и паркер. Вот, и в Любовьевых разгостили, там, две недели, и вот, и видел, везде на улице, вертепы ставят, очень рыдок, там тоже вертепы эти, натурально величину все, вот, так интересно, везде эти хоры, маленькие группы, и хоры, и пели, рождественские гимны, кто-то репетировал, кто-то, ну, уже, пил уже, вот, конечно, это было потрясающе, я до сих пор очень сильно, как это, узамкнутый, знаете, вот, хорошее впечатление осталось, вот, от того, как раз, знакомства, вот, я до сих пор эти песни очень люблю, рождественские, хотя истонический Иисус родился вот в это время, ну, в сентябре, как мы будем говорить, исторический, реальный Иисус, но, обычно по традиции, мы, культурно, вспоминаем об этом, о Рождестве, в конце декабря и начало уже, января, потому что, начало гаряр, вот, и, споем, все-таки, я в Рождество, потому что, Христос такие народные, все-таки, ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Выплее и весь Мария Пречистан, О, Роди, Бабу, вернете и нам, Христа. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. Слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. А для с неба пасти, якся являє, і веселу всю нотину звіщає. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, и мы всим на земле. Дякуємо за семeur Слава Богу, слава Богу, слава Богу, славе Богу. Главное бы один-два, все здоровы с тобой. Слава Иисусу, Слава Иисусу, Слава Иисусу, Слава Иисусу. Я говорю, что такое? Значит, я говорю, здрасте. Здрасте, здрасте. Как вообще, никогда всегда не было таких близких провалов. Я думаю, что бабушка меня так отозвала, так вот, понимаешь, что я вижу невестой. Первый раз говорю, я понимаю, не говорите здрасте, а как говоришь здоровы с вами? Ну, на виде слава область я думаю, ведь слышно, что они говорят, Слава Иисусу, Слава Иисусу, Слава Иисусу. Но она так отобрала меня, так научила. Спасибо, спасибо, исправлюсь. Мне понравилась идея. Да вообще, знаете, думаю, хорошо, что за место здрасте Слава Иисусу, Слава Иисусу, Слава Иисусу. Вот это да, думаю, хорошо бы я так живу. А что бы все бы так живы? Утром за место, значит, что-то не муть в Бог, ничего, ничего, а вот здрасте. Да, Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Здорово. И мне это очень сильно запомнилось тогда, очень сильно. И вот, и потом я слушал, у Василиан был еще в гостях там. У Василиан, значит, для катонический орден. Вот, и там они тоже пели эти рождественские песни. Дали мне сборничек. Там мне один из священников подарил литературу. Ну, несколько книжек, каких-то таких больших, толстых, я думаю, я что-то не знаю. Я не знаю, я сделаю. Короче, я думаю, это как бы на будущее такое. Мне так понравилось, думаю, хорошо. А потом пришло время, на самом деле, я стал читать украинскую литературу, стал читать богословскую литературу. В принципе, все понятно. Но это много уразумения, действительно. И знаете, опять это тоже было чудо в этом сне. Вот. Слава Богу. И что произошло? Уже здесь, в Киеве, что произошло? Я видел сон. Там, на квартире, где винограды, в районе какой-то винограды. Видел сон. Интересно, значит, мне запомнилось на всю жизнь. А, знаете... Это ниша пара. Ну ладно. Значит, и... У меня такое ночь мы кладем. И, что произошло во сне? Во сне я летел. Я такую не переживу никогда раньше вообще. как только уснул, я обычно засыпаю сразу, и тут же я как будто не сплю, я вылетаю из тела, я не смотрю наверх, я смотрю вниз, а там улица вторая, машины ездят, фонари говорят, как интересно, никакого страха не было, самое интересное, так вот, а потом все было так реально, что удивительно реально, но никакого страха не было абсолютно, я лечу выше и уже смотрю не наверх, а смотрю вниз уже, и смотрю на то место, откуда я вылетел, мне так интересно, куда смотреть, откуда я вылетел. И вот, по-моему вижу, город уже высоко нужном, город у меня уже, город светящийся такой, мы никогда не видел тогда, в общем, когда это там же, город светящийся, когда, когда спросите, ну что думаете? Да, я сейчас сразу. Да, спросите, да. И, значит, на самом деле, когда я не знаю, ну летал один раз, когда смотрю тогда, значит, это было днем, вот, оно еще не видел никогда города, это потом стало летать, да, и ночами тоже, видел города уже светящиеся, с 10 тысяч метров очень красивое такое зрелище, вот, а здесь, понимаете ли, я так вот понимаю, что я на такой высоте тоже, вот, значит, и вижу эти города, Киев, другие там, какие-то небольшие города в Киев, а потом поднимаюсь резко еще выше, на такую высоту, что вот, ну, больше или меньше, ну, вся Украина вот так вот перед нами. Ну, это же не политический кадр, это вот, ну, я так представляю себе, это Украина. Но, опять-таки, внимание мое всегда на тот центр, с которого я вылетел, мне было, и так интересно потом. Там какие-то города, другие, я так понимаю, тоже светились, значит, там, да, где-то темно, где-то светло, хорошо, интересно, там, где-то завораживающее зрелище, очень красивое зрелище такое. И я наблюдаю с огромнейшей высоты, там, все это, я так понимаю, дальше там какие-то другие страны, так предполагаю, что там уже затерянные Украины, но, как бы, больше или меньше, ну, я представляю, что это с Украиной я видел, то есть на такой огромнейшей высоте. И, представляете, но продолжая смотреться, на то место, куда он улетел. И вдруг, это тот самый еще, который у нас за собой был, как раз. Значит, и, и вдруг это место начинает светиться, не просто вот этим естественным пентаком, таким, знаете ли, а светиться каким-то сверхъестественным огнем. Вот, мне надо напомнить, вот, знаете, вот, я не видел иногда так в реальной жизни, но по телевизору видел. Многие из вас тоже все видели, да, вот, как металл плавится. Металл плавится, и потом, как вот, плавильня, и вот потом он по таким уже лаптам каким-то растекается. Вот, это как волоса, получается, блестящая, светящаяся. Вот, я это работал по телевизору. Но вот там во сне я увидел личное полонное. А вот в Киеве, я так понимаю, в том месте, с которого я вылетел, была такая, как плавильня какая-то. Вот оно плавилось, плавилось до красна, а потом довела. И потом, вот, по таким как бы, желаткам-нежелаткам, стало растекаться. Маленькие, таким, полосочным тонненьким, таким, растекаться, как плавящий симметалл. Я так понимаю, достигать каких-то других мест, городов, наверное. И куда он достигал плавящий симметалл, как представлялся тебе, он начинал и там плавиться. Как плавильная такая плавильная. И оттуда растекался, в свою очередь, дальше, какими-то полосочными такими. Так интересно. И больше или меньше, ну, вся территория, как я видел, охвачивала, вот такими вот этими полосочными и плавящими симметаллами. Ну, особенно в Киеве, конечно. Это было для меня просто, ну, знаменитым таким. А потом, не помню, как, все очень, на моем встрече я вылетел. Я, как и обратно, влетел в тело. Ха! Ха! Залетела душа в тело. Как, в каком-то там стихотворении писали. Вот. Залетела душа в тело. Вот. И я проснулся. Сразу же проснулся. Конечно, я был в таком впечатлении. Прошло столько лет. До сих пор, вспоминаю, как-то так чувствовался. Вот. И удивительно. И я понимаю, что то, что я видел тогда, это было, как бы, ну, это пробуждение, которое должно произойти на этой земле. И я, как бы, в предвкушении все эти годы, может, прошло достаточно времени, не прошло, но до сих пор я в предвкушении этого пробуждения. А потом видел другой слон. Там же на винограде видел другой слон. Интересно. Значит, там, значит, как будто я еду на Океановское метро. Ну, вроде как, да. Троллейбус. А, в начале вышел из дома. Во сне. Я прохожу из дома. Из подъезда. Но, прием, подъезд мне не знакомый, но у меня такое чувство, что я здесь живу. То есть тоже, я думаю, вот, как раз в районах, где вывезли, там, винограды, вывезли. Вот. Но подъезд мне не знакомый. Я вышел тогда с маленькой квартирой в другом месте. До сих пор я там не был, кстати, еще. До сих пор. До того, как бы, запомнилось мне, ну, визуально запомнилось мне во сне. Я выхожу из подъезда, и у меня нормально, что я здесь первый раз, но я здесь живу. Ладно, хорошо. Вышел из подъезда, а возле подъезда стоят люди. Некоторые из них на коленях стоят. Ну, представьте, осмотрите, с ним необычное зрелище. Утром с позаранком стоешь, значит, уходишь с подъезда, значит, а возле подъезда стоят люди и молятся. И кто-то там, если вы видите, я даже сказал, ну, присоедитесь там уже, помогите с нами. Я думаю, что это прикол, не прикол. Ну, чувствую, они по-настоящему молятся. По-правдашему. Я с ними помолился немного. И такое присутствие Божьей такое было сильное. Прямо с ней я, ну, знаете, аж, ну, как говорят, шерсть немного. Такое переживание такое было просто невероятное. Вот. И я, значит, они как-то остались молиться, а я пошел к правилу с остановки. Это я помню. Вот, значит, и подхожу к правилу с остановки, там примерно такая же картина. Они просто идёшь на троллейбусы, да, значит, а кто-то там читает, я вижу, вроде как библии. Именно что-то читают, да. И при том, в таком присутствии Бога прямо на остановки на это. Хорошо, дальше больше. Зашел в троллейбус. То есть, людей мало. Не так много ещё людей. Ранний утро, так говоришь. И вот, но мне запомнилось всё это переживание. Ну, здесь сидячими с тапочкой все заняты, правда, значит. Вот некоторые проходят, но там человек или два, не помню, уже на коленях стояли. В троллейбусы. И самое интересное, другие люди, их не осуждали и не думали, что они там делают. То есть, как бы, я удивлялся во сне, а они не удивлялись. Знаете, просто, ну, а что это? Ну, пришёл человек, похороненный в троллейбусе вместе с раствором. Он пришёл помолиться, спал на коленях, что-то. Ну, для меня это было, как бы, таким шоком, ну, вот это да. Вот, и значит, и многие другие тут молятся. Вообще, там вот такое присутствие Бога хранируется, как служение просто идёт. Вот это да. И ещё большая шока, когда я приехал на Океан. Это для меня был очень большим шоком. Вроде узнаваемая станция метро, но не узнаваемая. Там, ну, она немного по-другому была. Ну, вот даже сейчас там переделали, вот, где-то со стороны Макдонны. Там, ну, ну, немного по-другому было. Вот, люди какие-то там, эти вот, постройки стояли ещё возле, прямо в станции метро. И, ну, самое интересное было мне выйти с троллейбуса. Атмосфера присутствия Бога была там. И люди возле метро там стояли какие-то. Женщины, бабушки там, говорят. Не сигареты, а что-то ещё там, а какие-то там, не знаю, у них, ну, что-то. О Христе что-то, я не знаю. Я зашёл внутрь и проснулся. Вот это да, думаю, проснулся, думаю, вот это да. Что бы я видел такое сегодня? Вот, это, ну, пробуждение. Пробуждение, духовное пробуждение. И все эти годы я жду в окружении. И не просто ожидаю, а молюсь. Как помните, это написано у Исаии, пророка. А надеющиеся на Господа, да, обновятся в силах. Поднимут крылья, как обеют. Пойдут, и не устанут. Пойдут, и не утомятся так. Пойдут, и не устанут. Вот, и надеющиеся на Господа, а там буквально переводит Северита, там имеется в виду, в молитве, не стоящей перед Богом. То есть не просто, вот, надеешься, как, ну, ну, авось, егось, как-то там будет. А в молитве, предстоящей перед Богом, буквально Северита там выражение стоит. То есть не просто, а молитве, ожидающей перед Богом. Вот эти люди обновляются в силах. Вот, и это духовное пробуждение, которое грядет, оно большое. Я не знаю, состоится ли оно в следующее воскресенье, но у меня просто предчувствие, что это очень важно событие. Очень важное событие, и подобное событие, когда христиане собираются, молятся, это очень важно для, ну, для всего города и для всей страны, и для всех народов. Я верю, что то пробуждение, которое здесь оно состоится, оно станет благостоявленным для всего вот этого пространства постсоветского, постсоветского пространства, огромного. Духовное пробуждение как благостоявление. И на Запад, и на Восток растечется. Судьба Украины на особенности на самом деле. есть глубинная вот это глубинная истонная и самое интересное внутри вот этой памяти народы да сам христос он там присутствует сам христос я верю что господь он уже благословил но я верю что он еще больше будет намного больше больше всего сейчас как что кристос появится так можно и вставать а вся земля так долго на цей день чекала о велика с неба чистый сильный дождь о висок за правдой о розболить мари о ликостью счастья заспевали хтос и цей день нарешті до нас умерла вся а а а и Иисусу слава, луная песня нас пила бы тебя, Иисусу слава, Иисусу слава, Святая вина, Украина, Иисусу слава, Иисусу слава, Святая вина, Украина, Любим Украины видевайте руки, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Луная песня нас пила бы тебя, Иисусу слава, Иисусу слава, Спрятая вина, Украина, Иисусу слава, Новики, Новики, Иисусу слава, Новики, Новики. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Искусу Христу! Слава Господу! Аллилуйя! Слава Богу! Пожалуйста, добиться. И сегодня... А, а, возьмите. Вот, и... Я прошу вас, братья, сестры, прошу всех, вот, собравшихся, вот, и те, кто потом на видео посмотрит, может, и пишется, то, что все на видео. Молитесь в эти дни. Молитесь об Украине, молитесь об Оно, о пробуждении ее. Я верю даже, вот, и война, уже опять год продолжающийся, и правопролитие тысячи погибших, тысячи сирот, тысячи вдов. И эта боль, она, по-желовечески, она межпрофессирующая. Знаете ли, я верю, что Господь в силах не только боль исцелить, и... но... и... не просто утешить даже, но благословить так, что Украина действительно стали жительницей духовной, духовного хлеба. Жительницей не просто физического хлеба, и это тоже хорошо, но еще хлеба жизни. Хлеба, духовного хлеба. Самого Иисуса Христа. Я верю, что Господь Иисус, Он хочет здесь прославиться очень сильно. Господь Иисус, Он хочет прославиться здесь, в этом народе, и вообще, Богу иметь. Слава Богу! И, друзья, я вот, значит, со своей стороны, я вот, следующее воскресенье, даст Богу, буду, как раз, тоже там, на Хрещатике, а потом уже еду, приветствую. Потом еду уже в Россию, и в следующий привет уже, если ничего не упоминается, планов, то будет уже, что-то в январе. В январе. Как раз, вот, рождественская тема, будет здесь в Украине. Вот, Абатахреши там, вообще там, и прочее. Эти три месяца, у меня служили будет в России, в Белоруссии, в Минске, в частности, вот, и в Грузии. Вот, значит, и в Грузии. Кстати, привет огромный всем, Зурава. Мы с ним пообщались, да, он сейчас в Израиле, по-прежнему, он еще год, или даже два года, в Израиле. В Грузии. Да. Вот, и значит, и слава Богу, трудится человек, вот, и в Украине так и трудится, вот, и он говорит, Зурав, что поддерживает отношения с Ревазом, и с братьями, там, в Грузии. Вот, и я планирую приехать, как раз, служить в Северном Абхазе, значит, это Карачаево-Черкесия, Дагестан, в основном в этих республиках, и также, значит, в Махачкале, значит, а дальше с Махачкалы уже в Грузию, там уже дом, соседний уже, там в Грузии есть, да, в Рустале, в Алгуду, в Рустале, значит, в Церроване, в Белисе, значит, на побережье, ну, Господь усмотрится, вот, и, хочу брать, тоже утешить, ободрить их, потому что, ехиписков, получается, сейчас в Израиле, сейчас в Израиле уже, он сколько в Израиле? уже три, даже четыре года, я думаю, где-то, около четырех лет, достаточно долго уже в Израиле он, вот, по работе, по служению, по всему, значит, и еще года-два, примерно, будет он там, в Израиле, а потом, планирует возвращаться, и, значит, продолжит он уже, Грузии, и по Кавказу, потому что, для, вот, это территория огромная, постсоветского пространства, вот, Украина, вот, для всего Кавказа, из Кавказии, вот, таким эгоцентром является Грузия, вот, духовно, страна Лазы, это, страна, вся конфета, является, вот, духовно, тем же самым, что Украина, для вот этой территории огромной, постсоветского пространства, и на завтра, на восток территории, вот, и, поэтому, пробуждение Грузии, оно, является, духовным пробуждением всего Кавказа, так или иначе, вот, стал удобным, и, поэтому, прошу тоже ваши молитв, вот, потому что, пока, будем не видеться, вот, но, пишите письма, посылайте деньги, как говорится, не забывайте, да, нет, вообще, я на связи, вот, на фейсбуке, вот, поэтому, там, и так вот, буду стараться, регулярно выходить, там, на связь, вот, поэтому, пишите, вот, и, тоже, ваших молитв, тоже, ожидая вашей молитвной поддержки, вот, потому что, это очень важно, я, не знаю, раньше, недооценивал, но, последние годы, чем, постарше становиться, лучше, понимаем, что, важно, вот, такая взаимозависимость, за сознание, есть плохая взаимозависимость, а есть хорошая взаимозависимость, такая, вот, в теле Христа хорошая зависимость, друг от друга, наше молитвенное зависимость, друг от друга еще, да, у нас молитвник, самый великий, большой группу молитвенник один, это сам Иисус Христос, да, он первый священник, он ходатай Нового Завета, великий молитвенник, за всех нас, поэтому, в любом случае, даже если, тебе кажется, не с кем помолиться, согласись с Иисусом. Он великий молитвник 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Да, это 100%. Я это очень четко осознаю, я осознавал и всегда всю свою жизнь собираюсь христианство говорить и действовать так. Но есть в себе Христа такая, такой таинственная тема, таинственная церковь Божья. Молитва друг за друга, молитва за тело Христа, за церковь Бога Живого, который столкнул утверждение истины согласно Гибрии. Удивительно, так оно и есть. И Павел писал не для красного словца, не для проформа писал, он писал действительно от сердца, от духа своего, писал, чтобы люди молились за него, чтобы верующие помнили его и молились за него. Очень важно это. Слава Богу. Поэтому я вас тоже прошу молиться. Но со своей стороны я молюсь за вас. Сосвестом, молюсь за вас. Вот. За служение здесь в Киеве. Вот. И, конечно, хочется для духовного пробуждения быть и участником. Вот. Я благодарю Богу, по милости Господней, и, значит, и свидетелям, и участникам этого пробуждения являюсь. Слава Богу. Вот. Да. Тоже раздайте на людей. Даже на старых? Да. Да. Это наши старые друзья. Это наши друзья. И, значит, паспорт, церковь Хладельфия, значит, Геннадий Макарович Лавуевич. Борис Еммельевич сказал, что в прошлом воскресенье был у них. Да. Я при этом все послужитам слово сказав. Вот. Вот. Я при этом уже был в этот раз, ну, в этот приезд, но Геннадий Макарович, к сожалению, не застал. Его не было. Но, помимо всего Господня, мы еще с ним улыбимся. Среди. По крайней мере, на святых подятых, в день праздника благодарения, вот, он тоже должен быть там. Вот. Так что, да. Слава Богу. Да. Вот еще. Есть, да? Все. Да, 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 хорошо. Это еще будет, наверное. Да, спасибо Господа за все. И вот, братья и сестры, хочу прочесть «Зиман для пути», 22 глава. Сегодня у нас причастны. Сегодня у нас все обновления совершаются церковно. вне общего собрания. Есть разные понимания, конечно, разные в христианстве об этом учения, понимания. У меня в последних годах вот понимание созревает такое причастие, как образы жизни, как постоянного действия. Причастие, как... Я бывал у православных этих старого обряда, старобрядцев, да, вот, беспуховцы. Тоже от причастия мы говорили, там, Москве, на преображении. Вот, Ришстер, Юрий Чайковский общины, есть еще помолцы. Вот, на Аляске тоже общался, как раз в свое время. Он давно уже, правда, тоже с помолцами. Вот, это беспуховцы, старобрядцы, беспуховцы. Вот, в Украине их мало трестую. Слава Богу, трестую. Рад очень видеть. Слава Богу. Вот, значит, и мы спрашивали, я спрашиваю, как у вас причастие, как это совершается для руководителей? Он говорит, ну, вот, основной наш причастие такое, он брал книгу, Евангелие раскрывал, вот мы раскрываем, приумляем, и читаем. Слово. Думаю, здорово, молодцы, мне нравится. Вот такое хлебокодавление мне нравится, думаю, хлеб жизни прилавляет, раскрывает слово, можно, читает, можно слово, назинается, рассуждает. Молодцы, думаю. Вот, и для меня причастие в Алисте это вообще образ жизни. Вот, даже если я не совершаю, беру соку, беру хлеба, не просто, беру просто воды даже, наливаю воды, просто хлеба. Самое главное причастие наше рассуждение оттенитров Иисуса. И самое важное это сам поискому с этим словом. И вот слова Иисуса, здесь написано, 22 глава от Духи, 19 стих написано, и взяв хлеб, и благодарив треба им, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за нас предается, сие творите мое воспоминание. И дальше написано в 20 стихе. Так же и чашу после вечера, говоря, сия чаши есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. Вот, то же самое прочту в переводе Давида Штерна, еврейский новый завет. Так же, взяв кусок мацы, он произнес брахун, благословение, да, ну, браха, баруха, там, адунай, ангелин, айдхалдам. Благословен, басков, Бог, наш царь всей вселенной. Это, как бы, начало всех благословений, браха. А разломил еще мацу, ну, опять-таки, после вечера оставалось последний косочек мацы, вот, афикаман называется, вот, греческое слово, не еврейское, афикаман ставляет частью еврейской культуры. Хотя, это чисто еврейское слово, афикаман с этим а. То есть, просто афикаман, а есть афикаман. Афикаман это тот, кто пришел, должен прийти, получается, сразу, и тот, кто пришел, и тот, кто должен прийти. То есть, это, как бы, указание, по сути, на самого Иисуса, на самого мащея. Разломил ее от суда, дал им и сказал, это мое тело, которое отдается за вас, делайте это в память обо мне. То же самое он сделал чашей, после ужина, говоря, это чаша, новый договор, скрепленный моей кровью, проливаемый за вас. Аминь. Вот слова Христа о новом договоре в изначале тогда. Хочу напомнить, что то, что описал сейчас Суха, да, то, что прочитал из 20-го доброго, это, ну, пасхальный ужин, будет так говорить, это седр, пасхальный, пасхальный ужин. И, да, это совершилось чуть раньше, чем во всем остальном израиле, о такой традиции некоторых сект тогдашних иудаизма. То есть, Иисус, Он был близок к таким сектам, как, допустим, зелоты, как Иесеев, вот, и один из его учеников даже был из зелотов. И по своему учению, Иисус очень близок к Иесеям, как раз, понимаем Иесеев. Вот, Иисус обличал хорисеев, садыкеев, книжников, даже, вот, юродиак, осуждал, не осуждал никогда в проповедях своих и Иесеев, и зелотов. Потому что и те, кто их, ну, это крайние, как бы, очень крайние. Зелоты, это как такой Иисус, правый сект, вот, тех времен. Это как-то такие патриоты, которые, вот, они вот, шли, уходили, ну, будем так говорить, в свои партизанские ряда. Они уходили такие, в такую, так, крыльку, да, называется крылька, вот, значит, такие они были, в блиндажах, такие, прятались, тоже, где-то там, вот, либо в пустынях, либо в горах, где-то, прятались. Вот, и зелоты, это были, как правило, были очень набор, религиозные, вот, и, очень патриотичные. Они считали, что, время спасения, что Бог дает нам силу сейчас, значит, чтобы мы сбросили иго, оккупантов. Хотя, по-человечески, их борьба была, ну, знаете, донки, донки фут, бросающийся на мельницы. Вот, чисто по-человечески, если судить. В принципе, то же самое было, допустим, вот, и в недалеком прошлом, да, вот, когда в УПА, там, эти, украинские партизаны, допустим, вот, чисто по-человечески, вот, кто, допустим, там, в Западной Украине, там, Карпата, где-то, опрятались, да, у них шансов не было, не было никаких, абсолютно. С одной стороны, огромные, родившиеся империи, только что родившиеся империи, Третий Рейх, с другой стороны, Советский Союз, ну, поднесло,